Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Саулеба Игалиева. Сурдоперевод Жандоса Адилова. И смотрите в этом выпуске. 300 операций за два месяца. Общественники города ознакомились с работой гибридной операционной и дорогостоящим оборудованием. Семьи подвели итоги купального сезона и рассказали о профилактике в преддверии пожароопасного. Дом брат душа народа. Профессионали, домбристы и любители исполнили произведения на любимом национальном инструменте. А теперь обо всем по порядку. Я убежден, что Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления. Однако парламент должен занять достойное место в политической системе. Такое мнение высказал сегодня президент, принявший участие в первом заседании Национального совета общественного доверия. Разные мнения – единая нация. Как отметил президент страны, каждый из членов Национального совета обладает собственным мнением и позицией. Это вполне естественное состояние развитого гражданского общества. Люди ждут от нас конкретных предложений и результатов. Я надеюсь, что Национальный общественный совет станет уникальной площадкой, которая успешно выполнит эту задачу. Нам нужно оправдать доверие людей. И главное, без альтернативы, инициативы и активности нет развития. Каждый из членов Национального совета обладает собственным мнением и позицией. Президент отметил, что необходимо исходить из тетиса, который был высказан им, в инаугурационной речи относительно открытости. Это должно быть основной позицией всех членов совета. Здесь выступают представители разных социальных групп, эксперты в самых разных областях. Необходимо учитывать и разные гражданские позиции. Во главе угла – интересы нации. Мы знаем, что есть много людей, которые с надеждой ждут инициатив совета. Есть и те, кто недостаточно доверяет. Это площадка, где каждый может высказать свои мнения, выслушать других. Это возможность услышать мнение народа. Глава государства указал на важность единого понимания ключевых и принципиальных для нашей страны вопросов, а также прокомментировал слухи о переносе производств и еще раз подчеркнул, что земля иностранным гражданам продаваться не будет. Привлечение инвестиций, опыт развивающихся стран. Эти средства идут на развитие необходимых отраслей, отметил президент. В последнее время распространяются слухи о том, будто земля будет продаваться иностранцам, или из соседнего государства будут передислоцированы 55 старых заводов и будут привлечены тысячи зарубежных рабочих. Наш народ не должен верить таким разговорам. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, чтобы достичь определенных целей. Задача власти – через диалог с обществом разъяснить цели государственной политики, внимать и учитывать здравые мнения и предложения. Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим. После выступления президента слово было предоставлено членам совета. Ранее, до этой встречи, они неоднократно обсуждали актуальные вопросы, потому сегодня представили конкретные предложения и рекомендации. Стоит отметить, что члены совета разделены на три группы. На заседании совета присутствовали по два представителей из каждой рабочей группы. Каждая из них затронула социальные, политические и экономические вопросы. Кто-то считает, что мы недостаточно быстро развиваемся. Возможно, наш маршрут наращивания человеческого капитала не так быстро протекает. На самом деле, это очень сложный процесс. Это ведь не только здравоохранение, но и другие отрасли, рынок труда, образование и многое другое. Человеческий капитал влияет на экономическое развитие, социальное, политическое и любое другое. Важно – качество процесса. Именно поэтому качество образования и в целом социальным вопросам сегодня уделяется особое внимание. В настоящее время в стране получение высшего образования ради диплома стало носить системный массовый характер. Как следствие, почти половина выпускников не работает по специальности. Сегодня заработная плата врачей и водителей сравнялась, что приводит к снижению спроса и авторитета, важных для общества профессий. Группа, ответственная за экономические вопросы, отметила барьеры, сдерживающие развитие бизнеса. Также особое внимание было уделено снижению доли государства в экономике. Говорилось и о законах о митингах, политических партиях, средствах массовой информации и о кодексе о выборах. Президент признает, что пришло время проведения политических реформ. Однако, как отметил Касымжу Мартукаев, проблемы должны решаться в комплексе, а не единично. Члены совета поддержали главу государства. Герои города Арыс сегодня в аккорде. Трагедия, произошедшая в Туркистанской области в июне текущего года, по-прежнему в памяти всех казахстанцев. Глава государства выразила огромную благодарность за спасение жизни граждан. Предсветили разных отраслей и получили государственные награды. В нашей истории такого не было. Простые люди выдержали, продемонстрировали мужество и показали пример героизма. Я выражаю огромную благодарность гражданам, кто способствовал эвакуации граждан в безопасное место. Хочу поблагодарить врачей, которые поставили на ноги пострадавших и боролись за их жизнь. Именно в таких чрезвычайных ситуациях проявляется единство и согласие народа. Я считаю, что эта черта – забота и милосердие, порядочность, присуща нашему народу. Сегодня в аккорде чествовали около 40 отважных граждан страны. Все, кто получил орден и медали из рук президента, в большинстве своем – пожарные и саперы, сотрудники полиции и медицинские сестры, волонтеры и люди простого труда. Абдикалык Аскар Альмас Пегулы, лидер Бебегжайи, журналисты Туркстана области. Аскар Абдикалык – водитель в детском саду. В день аварии он в своем автомобиле, предназначенном для 15 пассажиров, уместил 70 детей. Он говорит, что первую помощь оказал не родителям, а этим детям. Аскар был награжден медалью «За отвагу». У нас с братом две «Газели» было. Он напрямую поехал на Шымкент в салоне 50 детей, у меня 80. Я сразу же выехал в Шардары. Мне 19 лет, тогда было 18. Сегодня в аккорде таким же отважным, как Аскар, были вручены награды за «Отвагу», «Айбэн», за боевые заслуги, «Шапагат». Каждый из них проявил мужество и героизм в день трагедии. В тот день, в день аварии, в городе не было света. Многие воспользовались этим, проникали в магазины. Мы пресекали такие дела. Это были не все врученные награды. Президент особо подчеркнул это, потому что каждый казахстанец принимал участие в восстановлении города и их подвиге в памяти народа. Как отмечается в послании президента страны, с января 2022 года вступит в силу мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса в течение последующих трех лет. В период действия моратория будут активизированы инструменты саморегулирования и общественного контроля. Озвученное главой государства решение основывается на уверенности в добропорядочности и законопослушности представителей казахстанского бизнеса, который несет ответственность перед своими потребителями и обществом. В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, они будут закрываться, а их владельцы привлекаться к ответственности. Такие меры позволят снизить нагрузку на бизнес и оказать действенную поддержку развитию предпринимательства. В то же время сами предприниматели обязаны использовать предоставленный им шанс для успешного расширения собственного дела, считают замечания. Касательно субъектов малого и среднего бизнеса, это запрет проверок в течение трех лет. И, как он сказал, надежда на качество деятельности данных структур бизнеса, как говорится, население не должно страдать. И наоборот, малый и средний бизнес должен показать именно в течение тех трех лет именно качество своей работы. Поэтому, наверное, эти три года будут даны для развития малого и среднего бизнеса. Общественники семьи и депутаты городского Маслихата под руководством секретаря Бесимбека Акжалова посетили недавно открывшуюся гибридную операционную в больнице скорой медицинской помощи. Они ознакомились с работой нового отделения и посмотрели, как работает дорогостоящее оборудование. Многофункциональный операционный зал открылся почти два месяца назад, но уже здесь проведено более трехсот операций. Высокотехнологичный комплекс для хирургических вмешательств на базе БСМП города Семей стал единственным в республике. Уникальность оборудования этой операционной состоит в том, что на нем можно проводить так называемые гибридные операции. Это несколько видов операций на одном пациенте, на открытом сердце и головном мозге. Стоит отметить, что многофункциональный операционный зал работает в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Представители общественности города лично познакомились с работой гибридной операционной, чтобы рассказать об этом населению с первых уст. Это уникально. И мне, конечно, я горда за то, что наш город имеет такое оборудование. И очень приятно то, что наши люди могут иметь такую возможность получить помощь на таком оборудовании. Мне хочется, я думаю, на ближайшей встрече с представителями нашего общества рассказать о том, чтобы все знали, что необязательно ехать в Астану, куда-то еще, в Германию, как многие просят, что у нас есть такая возможность. Есть прекрасные специалисты. Действительно, специалисты, которые здесь работают, высококвалифицированные. Весь персонал прошел стажировку в ведущих зарубежных клиниках. Кроме того, сам операционный зал кардинально отличается от других. Здесь идеально ровные полы, ведь дорогостоящая аппаратура полностью роботизирована и двигается самостоятельно. На современном оборудовании врачи проводят сложнейшие операции, после которых пациенты быстро восстанавливаются. Общественники ознакомились с работой гибридной операционной буквально за 20 минут, после чего зал снова начали готовить к работе. Ну, я думаю, общественники поняли ту, что необходимость этой операционной. Я бы хотел действительно показать населению, чтобы они могли донести своим избирателям уникальность этой операции. Что мы здесь делаем, как мы здесь делаем, куда потратили такие деньги. Я хотел им рассказать. Я думаю, что это получилось. Я думаю, что они меня поняли. Я думаю, что население это теперь узнает. Новый медицинский объект был спроектирован в соответствии с требованиями международных золотых стандартов GCI. Гибридная операционная включает в себя все необходимое для многих областей хирургии. На сегодняшний день здесь уже проведено более 300 различных операций. Бакатголь Казец, Ярнур Калелов, телеканал «Семей». К другим новостям. За прошедшее лето на водоемах семьи при купании погибли 8 человек, в том числе один ребенок. Из них в трех случаях причиной смерти стало купание в нетрезвом виде, в остальных случаях купание в необорудованных местах. Девять человек были спасены. Таковы итоги нынешнего купального сезона. Они были озвучены сегодня на брифинге в управлении ПЧС, который также был посвящен и вопросам профилактики в преддверии наступающего пожароопасного периода. Лето позади, и специалисты подводят итоги купального сезона. К сожалению, он прошел не без жертв. В закупальный период 2019 года утонуло 8 человек, в том числе один ребенок. А также были обнаружены два неизвестных тела в одежде, которые были переданы сотрудникам полиции, личность которых на сегодняшний день установлена, проводятся оперативно-следственные... По данному факту работают сотрудники полиции. Аналогично с прошлым годом, значит, в 2018 году у нас было 6 погибших на воде. Значит, спасено в 2019 году 9 человек. Значит, из погибших, значит, из 8 человек у нас получается 5 случаев. Это у нас купание в необорудованных местах. И 3 случая – это у нас купание в состоянии алкогольного опьянения. По-прежнему, основной причиной несчастных случаев на воде специалисты называют отсутствие в городе организованного пляжа. Присутствовавший на брифинге представитель отдела ЖКХ сообщил, что сейчас только завершается разработка проекта городского пляжа в районе бывшего понтонного моста в Левобережье. Приступить к его обустройству уже планируется только в следующем году. Среди других причин называется беспечность и излишняя самоуверенность молодых людей. Это было в районе автогружевого моста. Неизвестный товарищ поспорил со своими спиртниками, что он переборет и ходит в пыше. И не рассчитав свои силы, начал тонуть. Своевременно информация поступила на ЦППС, и мы оперативно среагировали, отряд спасательного района НМС-7, и спасли его, вытащили его на берег и передали сотрудникам полиции. Купальный сезон позади, но для сотрудников управления наступает не менее важный пожароопасный период. И здесь также важную роль играет профилактика и бдительность взрослых. С начала 2019 года зарегистрировано 347 пожаров, из них лесных 17 и один степной пожар. На объектах погибло двое, именно вот как раз двое это дети. Данный случай произошел 1 апреля текущего года, поселок Холодный Ключ, улица Цветочная, дом 3. Что в сравнении с 2018 годом идет снижение против семи погибших. На пожарах спасено 18 человек, из них 8 детей. Эвакуировано в безопасные места 277 взрослых, из них 68 детей. Основная масса пожаров зарегистрирована в жилом секторе, причинами которых является нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и электрооборудования. Также неосторожное обращение с огнем. Сейчас перед началом отопительного сезона специалисты управления призывают жителей частного сектора уделить особое внимание отопительным печам и привести их в порядок. Статистика показывает, что именно в отопительном сезоне возрастает опасность отравления угарным газом. С начала этого года в семье таких случаев произошло 30, при этом пострадали 56 человек, в том числе 31 ребенок. Четверо взрослых погибли. Сауля Байгалиева, Ярнур Калелов, Телеканал Семей. В историко-крыльевическом музее семьи состоялся вечер, посвященный закрытию выставки Домбра «Дастан», которая в свою очередь была приурочена к Национальному дню Домбры. Лучшие домбристы города и певцы собрались вместе, чтобы исполнить лучшие национальные произведения и передать тем самым всю красоту казахского музыкального инструмента. На этот вечер были приглашены молодые исполнители и последователи казахских народных домбристов и музыкантов Хурмангазы и Татимбета. Цель встречи – показать всю красоту национального музыкального инструмента, а также воспитать молодежь в любви к песне, говорят организаторы. Домбра олицетворяет наш национальный колорит. Это звук казахской степи, всего степного народа, символ казахского народа. Для нас очень важно и ценно пропагандировать этот музыкальный инструмент среди молодежи. На вечер были приглашены и те, кто остался предан Домбре, даже несмотря на то, что их основная работа далека от искусства. Одним из таких является известный ученый-историк Амантай Исин, игра на Домбре которого не оставила никого равнодушным. Для учителя физики Мирхата Муканова, ставшего участником этого вечера Домбра, тоже является бессменным увлечением уже многие годы. С третьего класса я выступал в сельском кружке по Домбре. Там я научился исполнять кюе, играл в ансамбле и оркестре, и завоевал на районных и городских конкурсах призовые места. Сейчас я преподаватель физики в педагогическом колледже имени Мухтара Озова. Несмотря на то, что моя специальность не связана с музыкой, я все еще играю на Домбре. Это мое хобби. В качестве зрителей и гостей были приглашены представители общественности, деятели культуры, которые выразили домбристам свои искренние пожелания. Во время мероприятия известный исполнитель традиционных песен Берри Кумаров торжественно передал свою Домбру в фонд музея. Также достойное место среди экспонатов музея заняла Домбра известного кюйше, композитора и дирижера Рахмбека Ногайбаева. Сегодняшнее мероприятие имеет большой воспитательный смысл для подрастающего поколения. Мы вручили музею любимый инструмент моего отца, известного кюйше, композитора и дирижера Рахмбека Ногайбаева. Также мы подарили музею на хранение его концертные костюмы. Для музея, думаю, это ценные экспонаты, которые пополнят его фонд. И для нас тоже это большая честь. В ходе мероприятия было отмечено, что необходимо почитать священную Домбру, а вместе с этим уважать национальное искусство и культуру. На вечере, к слову, выступили представители других национальностей. Меня сегодня пригласили в историко-кровический музей выступить, сыграть несколько кюев на данном мероприятии. Я с радостью согласился, потому что возможность выступить для музыканта – это всегда хорошо. К Домбре я очень тоже хорошо отношусь. Это один из моих любимых инструментов, потому что Домбра – это древний казацкий инструмент. Таким образом, была закрыта выставка, посвященная Дню Домбры. В завершение гости поделились своими впечатлениями о представленной экспозиции. Сауля Вайгалиева, Галымжан Сирикулы, Ильяс Сабитулой, телеканал «Семей». Напоминаем, что наши новости вы можете также посмотреть на сайте семей.тв.кз. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин